Добрый вечер, Гомель! Мы работаем в прямом эфире и телефон в нашей студии 342243. Это значит, что каждый из вас может стать участником нашей сегодняшней программы. А поговорим мы сегодня о рекламе. Зачем она нужна, имеем ли мы четкое представление, какой она должна быть и как современная реклама воздействует на нас. Вы знаете, нам очень интересно ваше мнение, нужна ли вам реклама. Звоните, пожалуйста, в студию 342243, пишите в Viber, телефон вы видите внизу экрана, ну и оставляйте свои сообщения в нашей группе ВКонтакте. Молоко – это продукт, который мы покупаем чаще всего. И в магазинах нам очень часто приходится выбирать между пакетами, процентами жирности, торговыми марками. Кстати, по мнению социологов, чаще всего мы выбираем продукт, который очень разрекламирован. Ведь очень хочется узнать, действительно ли он вкусный, такой, как показывают в рекламе. Попробуем. Ну, не обманула реклама, молоко действительно очень вкусное. Дорогие друзья, мы продолжаем программу рекламы, а точнее ее носители. Вот что связывает потребителя и производителя. Радио, телевидение, интернет, рекламные щиты, смс-рассылки, газеты, журналы, листовки. Ощущение такое, что реклама сегодня окружает нас везде. Зачем нам столько рекламы? Поговорим об этом сегодня вечером. Вы знаете, мы очень часто говорим, что реклама нас раздражает, но можем ли мы обойтись без нее? Расскажет психолог Людмила Тутынина. Встречайте, пожалуйста. Добрый вечер, Людмила. Добрый вечер. Присаживайтесь, пожалуйста. Очень рада видеть тебя сегодня в нашей студии. Как меняются рекламные коммуникации с развитием электронных технологий? Расскажет специалист по маркетингу телекоммуникационных услуг. Коммерческой службы гомельского филиала Белтелеком. Я хочу пригласить в эту студию маркетолога Елену Евстафьеву. Добрый вечер, Елена. Проходите, пожалуйста. Присаживайтесь. Кто решает, какой быть наружной рекламе в нашем городе? Поговорим об этом с экспертом в области наружной рекламы Юрием Черненко. Встречайте, пожалуйста. Юрий, добрый вечер. Как всегда, оригинален. Да, одеяло опять перетянул на себя. Какое будущее у интернет-рекламы, дорогие друзья, об этом знает директор сайта объявлений и рекламы «Моя реклама.бай». Встречайте, Алевтина Новикова сегодня у нас в гостях. Добрый вечер, Алевтина. Присоединяйтесь к нам, пожалуйста. Как развивается рекламный рынок в небольших городах и районных центрах Гомельщины? А вот об этом мы порассуждаем сегодня с редактором Светлогорского телеканала «Ранок реклама». Дорогие друзья, у нас в гостях Андрей Ярошевский. Встречайте, пожалуйста. Добрый вечер. Присаживайтесь, Андрей. Ну что ж, нужна ли нам реклама? Вот такая тема нашей сегодняшней программы. И согласитесь, не такой уж все-таки наивный вопрос, как кажется на первый взгляд. Мы даже попытались нарисовать плюсы и минусы для того, чтобы в ходе нашей программы найти вот хотя бы несколько этих самых плюсов и минусов. Зачем же нам реклама? В чем ее плюсы и минусы? И для начала я бы хотела предложить ответить на самый такой интересный вопрос, на мой взгляд. Что было бы, как вы считаете, с телевидением, радио, интернетом, вот если бы не реклама? Вот Алевтина уже, мне кажется, готова ответить на этот вопрос. Безусловно, я могу сказать, что телевидение, радио и интернет во многом не были бы настолько развиты технологично. Потому что знают или не знают мои коллеги, что когда-то журналы стали глянцевыми только для того, чтобы реклама духов выглядела более изысканно и дорого в них. И так же и телевидение, и радио во многом становятся более технологичными, чтобы реклама выглядела более правдоподобно, красиво. Ну и о чем говорить? Деньги для развития телевидения и радио тоже нужны, а их дают рекламодатели. То есть мы можем уже спокойно написать первый плюс. Давайте коротко, одним словом, как-то как обозначим? Это красиво, да? Это красота? Красивая телевидение, да. Или газета красивая. Красивая, это красивая. Реклама это красиво, да? Скажем так. В таком случае должно быть красиво. Должно быть красиво. Это очень четкое замечание. Кстати, вам слово, да. Как вы считаете, вот все-таки в чем плюс и минус рекламы современной? Ну, я думаю, минус ее в том, что ее много все-таки. Слишком много, это минус. Много. Ну это же можно и в плюсы записать. Давайте запишем. Реклама ведь нужна. Смотря с чьей точки зрения рассматривать. Если с точки зрения тех, кто зарабатывает деньги на рекламе, то много рекламы это хорошо. А с точки зрения тех, кто потребляет эту рекламу, и если она некрасивая, то это плохо. А если реклама еще несет образовательный момент, а как вы без рекламы узнаете преимущество продукта? Так, значит, информация. Информация, конечно. Информация. Информирование. Наташа, а что вот? То есть реклама несет информацию. Очень интересно, да, у нас уже в студии, да, есть два абсолютно полярных мнения, да, глаз народа, да, и глаз профессионала. Уже здорово. Заметьте, глаз народа от человека, который 20 лет занимается рекламой. Занимается рекламой. Я смотрю, что у вас наболело. Ну, я хочу подчеркнуть, что здесь, в этой студии, дорогие друзья, присутствуют действительно профессионалы рекламного бизнеса, потому что вы работаете не первый год в этом бизнесе. Скажите, пожалуйста, я бы хотела у Юрия еще спросить. Юрий, вот что нравится и не нравится в современной рекламе, вот лично вам? Ну, мне в плюсы можно записать, что реклама кормит Юрину семью, во-первых, так? Так, значит, это деньги. Реклама приносит деньги, так? Вот, потом, билборды вообще трудно представить себя без рекламы, да? Это для чего они? Ну, спасибо за откровенность. Давайте аплодируем. Да, да. Тут все говорят, красивая реклама, красивая реклама, это деньги. Вот, в минусы, я даже не знаю, что отнести в минусы, потому что это действительно, она формирует стиль нашей жизни. Мы бы о многих вещах никогда не узнали без рекламы и никогда бы не жили так, как живем сейчас. Я хочу, я бы хотела узнать мнение независимого эксперта, психолога, любви возуприненной. В минусах я бы поставила назойливость, беспринципность, агрессивность, это все связано с рекламой. Но это пока не относится к нашей региональной рекламе. И тем не менее, а мы не живем только в вашем регионе, мы одновременно живем везде. Навязчивость, да? Приблизительно так. Навязчивость, да. То есть навязчивость рекламы. Фильм какой-то, да, но это, я считаю, вообще какой-то. Тогда, Юрий, заплатите за просмотр фильма. Да. Его никто не вернет. Очень хорошо. Но мне нравится, что уже четко определились, да, определились плюсы и минусы. Ну, может быть, только понятия много, как бы, да, вот мнение в этом расходится. Скажите, Андрей, а вот как с рекламой в таких вот небольших городах, как Светлогорск? Можно ли к ним отнести такое понятие, как ее много? Я имею в виду всю рекламу, ведь вы же не только работаете там. Можно отнести понятие много к региональной рекламе, но к региональной я буду говорить о своем городе. Почему? Потому что именно в Светлогорске, повезло ему или не повезло, я не знаю, как это уже судить вам, но представлены практически все виды рекламы, которые можно, ну, которые существуют в мире. У нас есть радиореклама, у нас есть телевизионная реклама, у нас есть печатная реклама, у нас есть наружная реклама. Интернет уже, конечно, тоже есть. И вот эти все бумажки, которые на Азолева попадают каждый раз в почтовый ящик, которые я все время выбрасываю, они тоже есть. Не считаете их? Нет, не считаю. Ну, потому что я работаю с рекламной информацией, я практически все знаю о рекламе, что творится в городе, поэтому для меня это лишняя история. А ведь это называется адресная рассылка. Это очень-очень интересный вид рекламы, который именно для вас, в принципе, и придуман для такого потребителя. Это называется спам. Я не прошу ее приносить почту. Спасибо. Андрей, ну, если позволите, я тогда бы продолжила и задала вопрос. Вот как вы считаете, какие факторы влияют вообще на объем рекламы, ну, скажем, вот на небольших региональных телеканалах, особенно в вашем случае, когда мы говорим о частном телевидении все-таки? Понятно. Частное телевидение рекламу используют как один из способов заработать себе. Вот. Поэтому мы зависим полностью от того, насколько активен бизнес в нашем регионе. Бизнес зависит от того, насколько активны их клиенты, покупатели. Так. Соответственно, рассматриваем цепочку от обратно. У клиентов нет денег, бизнес чувствует себя плохо, рекламщики чувствуют себя плохо. Прямая зависимость. Очень интересная зависимость. И, наверное, если не будет рекламы, то им всем вообще будет очень плохо. А деньги-то где берешь? В тумбочке. А кладет их кто туда? Жена. А она где берет? В тумбочке. Да. Никогда не будет бизнеса, если не будет рекламы. То есть вы нарисовали вот такой вот только что круг, да? Да, замкнутый круг, да. Замкнутый круг. И, в принципе, это неплохо. Я бы хочу, Елену, узнать, как вообще вы считаете, вы все-таки маркетолог, скажите, пожалуйста, как убедить рекламодателя, особенно вот в регионе, да, это другая все-таки, другой критерий, мне кажется, рекламодателя, чем столица. Вот как убедить пользоваться какими-то новыми способами продвижения продукции, уделять вот больше вообще внимания рекламе, да и в бюджете такую так строчку, несколько строчек, скажем, выделить под это? Ну, я расскажу о том, что мы работаем активно не только в городе Гомеле, в компании Белтелеком по размещению рекламы, но и в каждом районном центре. Мы знаем, какие используются каналы коммуникации в каждом районном центре, в частности, Светлогорске. И наша компания, например, она всегда готова идти навстречу всему новому. То есть, если в городе появляется какое-то новое средство коммуникации, мы обязательно будем в числе первых лиц, которые будут работать с этим, скажем, новым рекламодателем, рекламораспространителем. Да, это я, наше мнение, что каждая новая реклама, она более заметна. То есть, вы советуете рекламодателю обращать внимание на новый вид рекламы? Развиваться. Развиваться. Да, внедрять новые моменты какие-то в рекламу, и тогда, конечно, клиент потянется. А мы не можем экспериментировать на своих клиентах. Мы будем им предлагать то, что веками работает. Это что? То есть, я считаю, что вот это всякое выдумки эти, это так, вспыхнуло, погасло и забыли. Это серьезно, Юрий? Ну, это серьезно, конечно. Ну, представьте, либо таблички, которые несколько десяти, десять тысяч лет, например, работали, да? То есть, написал кто-то на пещере, то есть, там, да. И какие-то зажигалки, которые, там, вспыхнули, пропали, да таких вот, мы, на самом деле, там, года три, что ли, работаем, я уже видел этих, там, феерических проектов, которые втюхиваются, потом, там, их ссовывают в руки людям, у людей это вызывает отторжение, и все это, ну... То есть, Юрий говорит о том, что вот этот вот огромный щит, и наружная реклама, это стабильно, и навсегда, и на века. Я знаю, что Алексей, он с вами поспорит. Да. Газета, это древнейший тоже. И не только газета, я говорю про интернет сейчас. Ага. Ну, Юрий чувствует себя молодым в своем бизнесе, он всего года три работает, мы двадцать, мне сложнее. Вот, я уже себя рядом с Юрием просто только что почувствовала зубром, мне стало неудобно. Да, и могу сказать, что да, мы сделали путь, мы прошли от газеты к интернет-ресурсу, и это было сложно. Ой, Юрий, мы никогда не отказываемся от билбордов, и на самом деле даже свой интернет-ресурс мы тоже продвигаем, в том числе и на билбордах, потому что мы считаем, что... Почему? Мультиканальность должна быть, это раз. Так. А во-вторых, интернет-реклама, как бы, это одна стадия рекламы, вот, это... Это одни технологии, наружная реклама, это другие, разные способы воздействия, хотя все-таки мое мнение, и, как бы, здесь вот, может быть, потому что я зубр, я могу сказать, что, наверное, все-таки будущее за технологиями. Даже если отвлечься именно в такую сторону человеческую, потребительскую, посмотрите на футуристические фильмы, как это показывается, да. Самые известные фильмы об всяких, как это, вот, всяких этих известных режиссеров Спилберга и прочее, там, «Время зеро», «Особое мнение», они показывают все рекламу, которые... Вот, к сожалению, газеты, они уже там не показывают. Ну, билборды видела на всех. У них такая интересная конкуренция, вот поэтому, да. Вот поэтому нам пришлось именно перейти к тем видам рекламы, которые показывают в фильмах, когда идет именно направленная адресная реклама на потребителя, на его запрос. Когда потребитель заходит... Да, это вообще реально, это круто. Да, именно это есть. Ну, из-за того, что она такая крутая, у них Google и Яндекс ее отберут, а билборды не придут забирать. Елена, возможно, возможно, в Google и Яндекс скоро станут... Поставьте точку. Я хочу со стороны компании Билл Телеком отметить, что в последнее время идет увеличение роста контента, видеоконтента именно. Поэтому хорошее качественное видео, оно всегда будет цениться, и даже на оригинальном уровне. То есть вы считаете, что будущее за видео? Да, ну, а Билл Телеком послужит, конечно, хорошей базой, площадкой для новых технологий в любой сфере. Давайте я из Светлогорского взгляда вам озвучу. Значит, на протяжении всего времени, что я занимаюсь рекламой, до настоящего момента очень востребована и пользуется бешеной популярностью реклама в бегущей строке на телеканале. Вы говорите о региональном, о местном, наверное, рынке. Ну, естественно, мы работаем на местном рынке, поэтому вот вид рекламы, люди очень ценят ее. Во-первых, не нужно ждать, пока ее изготовят. Она достаточно дешевая. И, как ни странно, она очень информативная. То есть клиент, который заказывает рекламу в бегущей строке, получает моментальный отклик буквально сегодня на сегодня. И если там кто-то чего-то продает или какую-то акцию объявил, он пишет там короткое предложение из трех-четырех слов, говорит, где это все происходит, на следующий день получает отклик. Ну, вы только что перечеркнули зубров, я бы сказала. Да. Совсем нет. Совсем нет. Это практика. Спасибо. Реклама в интернете, она, естественно, у нее своя аудитория, но она уменьшает доход компании, потому что она там дешевеет. Она с каждым годом дешевеет интернет-рекламу. Телевизионная реклама сама по себе, конечно, хорошо, и я соглашусь с коллегой, что видеоконтент, который интересно найти в новостной ленте, посмотреть на ютубе, вставить в телевизор, интересен, конечно, но если он хорошо сделан. Его приятно посмотреть, конечно, но она очень дорогая. И те заказчики, которые работают с нами, они не хотят ждать, пока мы придумаем идею, пока мы ее реализуем, они не хотят платить эти деньги, и они очень сильно сомневаются в эффекте. То есть виноваты заказчики. Вот можно я тут встряну? Давайте. Просто встряну. Во-первых, видеореклама, видеоконтент сейчас будет возможен везде. И на счетах, Юрий, и в интернете. Да, я хочу сказать, что мы их все вытянем туда. И суть видеорекламы именно в ее эмоциональности. Суть бегущей строки. Люди умеют читать. Это самый простой и доступный способ рекламы. Люди будут читать. Это самое простое, элементарное, что они могут сделать. Не надо догадываться, не надо ассоциации какие-то, не надо далеко идти. Ну и не забывайте еще про стоимость каждого вида рекламы. Это тоже очень важно. Стоимость каждого вида рекламы еще зависит от цели этого вида рекламы. И от маркетингового комплекса, в который она входит. Есть имиджевая реклама, есть реклама, нацеленная на долгую стратегию, есть реклама на здесь и сейчас. Вот она, бегущая строка. Это та же самая бегущая строка контекстной рекламы в интернете. Левтина, спасибо. Мнение понятно, да, а то мы сейчас углубимся в терминологию рекламы. У меня вообще такое ощущение, да, что сейчас мы присутствуем на таком добротном, хорошем мастер-классе от рекламщиков. Спасибо вам, ребята. Спасибо. Вы знаете, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем наших телезрителей. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер, меня зовут Наталья. Слушаем вас. И у меня вопрос к Юрию. Так. Юрий, скажите, пожалуйста, насколько эффективна реклама на билбордах и сколько приблизительно должен билборд провисеть, чтобы можно было обратить внимание на услуги, которые рекламируются на нем? Спасибо. Чтобы реклама заработала. Спасибо. Четкий вопрос. Заказной. Да, 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 да. То есть вот работа это на 100%, главное ее правильно сделать. То есть вплоть до того, это работает так сильно, вот психолог потом расскажет об этом, что в билбордах какое преимущество? Это статичные картинки, они не швелятся. И их мозг воспринимает невраждебно. То есть если я там напишу, что ну какой-то вот призыв, он в мозге каждого человека по-любому останется, останется навсегда при том. Почему? Потому что эта картинка не шевелится, она стандартная, везде одинаковые таблички. То есть хорошо запоминается, да? Их люди видят миллионы, ну не миллионы, пускай там тысячи лет, они к ним привыкли, они их не боятся. Что мы там напишем, то останется у человека в голове. Сколько должна такая реклама, скажем, просуществовать, да, вот на одном месте, чтобы она работала? Ну, правильно, это несколько месяцев. 21 день, да? Ну, не знаю, сколько точно. Ну, 21 день, да, психологический прием такой есть даже. Да, ну да, вот про 21 день я слышал, но, понимаете, ее нужно тогда вешать во многих точках, чтобы человек в день, например, один-два раза с ней как-то прикоснулся. Спасибо. Ну, говорят, что даже одного раза на статичном картинке человек просто воспринял эту информацию. Когда придет выбирать молочко, он даже не понимает, откуда он вот это взял, картинку, и он именно берет это молочко, особенно если его отлечь в этот момент, он немножко так растерялся, и рука его сама возьмет это молоко. То есть то, что мы забиваем в головы людям с помощью вот наружной рекламы статичной, оно срабатывает тогда, когда ты отвлекся. Ясно, Юр, спасибо большое, спасибо за ответ. Дорогие друзья, вот у нас есть интересное сообщение в Вайбере. Вот Виктор, например, считает, что без рекламы многие телеканалы просто закроются. Значительная часть рекламы, сообщает нам Оксана, не несет полезной информации о продукте, а просто тупо его восхваляет. Реклама атакует. Вот так вот очень ужасается наша телезрительница Оксана. То, что мы говорили об агрессивности. Да, наш телезритель подтверждает. Тарас, ну, Тарас говорит, что вообще хорошо, что придумали пульт для телевизора. Вот, надеюсь, это касается не нашей программы, да. А вот Наталья, Наталья говорит, что реклама нужна исключительно в целях информации. Согласны? С таким мнением. Согласны? А где ваши аплодисменты? Дорогие друзья, я напоминаю, что тема нашей программы – нужна ли нам реклама. Далее мы остановимся на наружной рекламе, тем более, что здесь на днях произошли изменения на законодательном уровне. Но обо всем по порядку. Еще вопрос к Юрию. Юрий, вот с какими проблемами на сегодняшний день приходится сталкиваться вам, как распространителю наружной рекламы? Вот вы не поверите, вот именно на наружной рекламе проблем, вот я не столкнулся вообще ни с какой. Меня всегда пугали, что в Белоруссии бизнес – это проблема. Но вот по наружной рекламе я настолько был удивлен. Во-первых, начали понимать, вот кризис, видимо, из-за того, что был какой-то, да, в такой ситуации я просто начал объяснять, те же чиновники, они стали понимать, что реклама – это как дороги, как электричество, как водопровод. Без этого ничего работать не будет. И то есть куда ты не приходишь, человек везде понимает, что, ну да, как же, без электричества и без рекламы не будет работы предприятия. Ну, мы не сможем продать свои товары там и так далее. И вот, ну, я удивляюсь на самом деле, как бы все идет навстречу. То есть проблем никаких? Ну, реально, я не сталкиваюсь с проблемами, хотя очень ждал их, и как бы такой упор ожидал. То есть, ну... Спасибо. У нас есть телефонный звонок, да. И мы решили обратиться напрямую в Министерство антимонопольной деятельности и торговли Республики Беларусь, тем более, что повод очень существенный. На днях президент подписал очень важный декрет номер 7. Вот как это новое изменение законодательства отразится на рекламном рынке, особенно вот регионов, подробности узнаем прямо сейчас. У нас на связи Барышникова Ирина Николаевна, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Ирина Николаевна, добрый вечер. Вы в прямом эфире. Вы нас слышите? Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ирина Николаевна, вы в прямом эфире. Это Гоинское телевидение, программа «Добрый вечер». И вот мы бы хотели задать вам вопрос. Просто тема нашей программы сегодня – это реклама. Мы задаем вопрос зрителям, какая реклама нравится им. И вообще нужна ли она? Скажите, пожалуйста, кто регулирует рекламный рынок в регионах нашей страны на сегодняшний день? Добрый вечер, уважаемые телезрители Гомельской области. На территории Республики Беларусь осуществляют регулирование рекламной деятельности. Естественно, президент, правительство и Министерство антимонопольного регулирования и торговли определен координирующим регулирующим органам эту сферу. В то же время следует сказать, что законом Республики Беларусь уполномочены местные исполнительные органы на осуществление контроля за соблюдением законодательства Республики Беларусь о рекламе на территории тех регионов, где они осуществляют свои полномочия. Скажите, пожалуйста, контроль подразумевает какие конкретно действия? Контроль подразумевает осуществление рассмотрения обращений граждан по вопросам рекламной деятельности, а также осуществление контрольных мероприятий, мониторинга распространяемой рекламы на определенной территории. Спасибо большое. Ирина Николаевна, вот на днях был подписан декрет президента номер 7 о развитии предпринимательства. Скажите нам, упрощает ли вот этот документ рекламную деятельность, упростит ли, скажем так, и что вообще принципиально станет по-другому вот на региональном, допустим, рекламном рынке? На сегодняшний день размещение средств наружной рекламы на определенных территориях осуществляется с разрешения местных исполнительных органов. И сегодня прописано порядок проведения административной процедуры. Так вот, декретом сокращаются сроки проведения этой административной процедуры. Если на сегодняшний день срок выдачи разрешения в течение месяца установлен, то, согласно декрету, выдача разрешений будет производиться в течение 15 дней, если не требуется проведение дополнительных процедур по разрытию грунта. То есть это касается стационарных средств наружной рекламы, которые устанавливаются, такие как щиты, это, может быть, другие конструкции, которые именно привязываются к конкретной местности. Скажите, пожалуйста, когда декрет вступает в силу? Декрет вступает в силу через три месяца. Кроме того, я хотела отметить, на сегодняшний день все размещение наружной рекламы осуществляется согласование местных исполнительных органов. Так вот, декретом такое согласование отменяется. Интересно. Бизнес полностью отвечает за свои действия при размещении рекламы и за соблюдение закона. Спасибо, Ирина Николаевна. Вы знаете, в нашей студии присутствует один из экспертов именно в наружной рекламе. Если позволить, у него есть для вас короткий вопрос. Да, слушаю. Да, если можно, меня зовут Юра Черненко, у нас билбордная сеть в Гомеле. И вот получается, что если отменяется это согласование о размещении рекламы, то вся ответственность возлагается за ошибки, которые будут на этой рекламе и так далее, получается, на владельца этих билбордов, да? То есть, получается, этим декретом переложили ответственность государственных органов, которые должны согласовывать, что будет размещаться и так далее, на, грубо говоря, простых бизнесменов, которые могут ошибиться. И что нам за это будет? Спасибо, Юра. В принципе, вся предпринимательская деятельность осуществляется на основании ответственности бизнеса за результаты своей деятельности. У нас четко законодательством прописаны требования к рекламе, и также требования к ее распространению. Поэтому бизнес, естественно, должен отвечать за соблюдение требований законодательства. Ответственность установлена Кодексом об административных правонарушениях. Поэтому перекладывать плечи государства на бизнес никто не собирался делать. Это испокон века установлено правилами ведения бизнеса. Спасибо большое, Ирина Николаевна. Благодарим вас за то, что вы нашли время, да и ответили на наши вопросы. У тебя подешево, это для вас, да. О декрессе номер 7. В прямом эфире мы говорили с начальником управления защиты и прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования торговли Республики Беларусь Ириной Николаевной Барышниковой. Ну что ж, я, комментарии определенные я уже услышала по этому новому документу. Раньше мы размещали рекламу, и у нас на это были документы согласованные, что никто не против, да, например. Теперь этой папки у тебя не будет? С дизайном, да. То теперь я должен буду сам все это предусмотреть, не дай бог не ошибиться. Я, возможно, даже не смогу повесить рекламу, потому что мне будет страшно. То есть ты, возможно, даже можешь оказаться в такой деятельности? Я могу повесить рекламу и заплатить за это, например, тысячу базовую. Штраф. Штраф, да. Плюс ее нужно будет уничтожить. То есть мы зря распечатаем тираж. Я не представляю себе, как это будет. Ну, я думаю, что при каком-то еще одном разговоре с нашей сегодняшней участницей, я думаю, ты узнаешь еще больше подробностей. Но в любом случае, спасибо. Самое время продолжить просто прямой эфир. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. И говорим мы сегодня о рекламе. Нам очень интересно ваше мнение. Как вы считаете, зачем нам реклама? Звоните в студию, пишите в Вайбер. А пока этот же вопрос я хотела бы адресовать нашим зрителям в студии. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Алексей. Я студент первого курса экономического факультета. Очень хорошо. Вот вы, как никто, должны понимать, зачем нам сегодня реклама? Как вы считаете? Я считаю, реклама полезна обществу. Она повышает миллиарность определенных продуктов. Вследствие этого общество покупает именно прорекламированные продукты. А вы чаще покупаете какие продукты? Прорекламированные? Да, те, которые лучше зарекомендованы. И как реклама отвечает тем требованиям? Ну, там ничего, что обещать. Я считаю, вполне. Вполне, да? Спасибо вам большое. Аплодисменты. Представь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Наташа. Я педагог-психолог. И как потребитель рекламы, и как специалист, я могу сказать, что очень раздражает реклама в общественном транспорте. У вас лично. Меня лично. И я начала замечать, что людей вокруг, которые пользуются общественным транспортом, это тоже волнует. Некоторые делятся своими переживаниями, говорят, что приходится выходить из одного автобуса, пересаживаться на другой, но проблема возникает все та же. И кто-то гасит себя наушниками, музыкой. Но иногда она бывает настолько громкой, что невозможно даже справиться. Спасибо. Спасибо за мнение. Представь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Я являюсь студенткой факультета психологии и педагогики. Скажите, пожалуйста, вы могли бы сейчас определить три минуса современной рекламы? Три минуса? Ну, я, наверное, сделаю один самый большой, то, что ее все-таки очень много, и потребителю зачастую становится очень сложно все-таки сделать правильный выбор. Спасибо. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Александр. Я второкурсник. Учусь на социального педагога. Социальный педагог. Это значит, вы должны четко понимать, что такое социальная реклама. И можете сейчас нам определить ее плюсы? Плюсы социальной рекламы. Мне кажется, это очень доступный контент для всех, для любых возрастов. И, ну, очень все понятно изложено. Также думаю, что это информативно, потому что социальные ролики, они маленькие, и в 30 секунд можно вложить очень большую проблему и наглядно это показать. И еще это разделение на что хорошо и что плохо для всех. То есть это какое-то понятие для общества, да, чтобы они разделяли, что такое хорошо, что плохо. У вас есть любимая социальная реклама? Социальная реклама мне... Ой, я помню, была какая-то социальная реклама про то, что мальчик играл со спичками, и прям весь дом сгорел, и мальчик в панике не знал, что делать. То есть это вот эта жуткая реклама вам запомнилась, да? Спасибо. Мне кажется, она была забавна. Они в забавной форме показали, что так делать. По крайней мере, она вам запомнилась, да? И вы знаете, что спички брать не надо, благодаря рекламе. Спасибо вам большое. А вот вы знаете, дорогие друзья, вот наши телезрители, вот Катерина, например, сообщает, что она просто обожает рекламу. Это как перерыв на обед. Она говорит, что вот можно чай попить и родителям позвонить. Очень интересное, да, мнение. Действительно. Ну, давайте позавидуем просто, да. Артем сообщает нам, что реклама нужна. Другое дело, что она должна быть качественной, интересной и ненавязчивой. Антон написал, что к рекламе относятся с осторожностью. Понятно, что это бизнес. Один продает, другой покупает. Кстати, вот очень-очень верное мнение. А вы знаете, вы, наверное, сейчас удивитесь, но белорусы не верят в рекламу лекарств. По данным социологов, выбирая медпрепараты, мы сегодня больше доверяем врачам, чем рекламе. Более 90% покупателей медикаментов пользуются информацией о препаратах от врачей и фармацевтов. При этом каждый третий покупатель доверяет также мнению близкого окружения. И только от 13 до 20% покупателей лекарств доверяют информации в СМИ. Людмила, скажи, пожалуйста, есть ли вообще у нас, у белорусов какие-то особые восприятия рекламы? Вот насколько мы склонны доверять тому, что написано, озвучено в рекламе? Наташенька, вот я продолжу ту мысль по поводу доверия врачам. Вот наше общество еще не испорчено, да, и мы с большим-большим уважением, да, относимся к кому? К врачам, к учителям и к милиции. Услышали, да? К врачам, учителям и к милиции. То есть и слова этих людей, да, они доходят до нас в первую очередь. И достаточно, мы к ним относимся не критично. А что такое реклама? Да, ведь она совсем недавно появилась, правда? То есть вот люди, например, моего поколения помнят телевидение без рекламы. Представляете, как долго мы живем, да? Нет, я уже это не представляю. Я это помню. Телевидение без реклам. И помню, когда первый раз появилась реклама о Левете на циферблате. Все были настолько возмущены. И еще один момент. У нас была, когда стала появляться реклама, да, у нас было абсолютное доверие рекламе. Почему? Потому что это телевидение, все, что там говорят, это правда. И все, что мы видим, это проверено. Ну, если хотите, там, цензура какая-то, да, там, на годность, да, и на все остальное. И у нас было огромное доверие. Но когда люди стали пользоваться, скажем так, плодами рекламы и узнали, что там могут их и обмануть, да, пошла обратная волна. Вот я вам приведу самый простой пример. Как? Рекламируют приспособления от кротов, да. Если вы будете пользоваться этим приспособлением, ни одного крота в вашем огороде не будут. Мы купили это приспособление. Все кроты, которые были в округе, они просто приползли посмотреть, что же там пищит. Ты поверила рекламе? Да, мы поверили, семья моя поверила рекламе. Но разговор идет о чем? О том, что вот на сегодняшний день, да, к рекламе двойственное отношение. Это люди старого поколения, да, старшего поколения и молодежь. Это двое разные точки зрения. Алифтина, а как вы считаете, вот в чем все-таки опасность воздействия рекламы? И существует вообще такая опасность, начнем с этого? Ну, почему опасность? Так, реклама это часть уже нашей культуры. И вот молодое поколение как раз, которое растет вместе с рекламой и развивается вместе с рекламой, оно ее нормально воспринимает, оно умеет сортировать. Да, реклама во многом, оно формирует такие психологические аспекты в обществе. То есть где-то оценки какие-то, какие-то взаимоотношения. То есть кроме культа потребления, реклама еще и развивает многие аспекты нравственные. То есть либо развивает, либо угнетает. Потому что реклама показывает образ жизни, образ людей, которых она демонстрирует. Часто диктует это, да? Часто диктует тренды, часто диктует реклама развития экономики. И, ну, просто надо это принимать вот так, как есть. И учиться фильтровать. А вы знаете, вот вы утверждаете, Левтина, что уже совсем скоро вся реклама переберется в интернет. Вот мне очень интересно, вот назовите причины для подобного оптимизма. Это не оптимизм, это данность. Прямо вся, я не могу сказать, останется пещерная реклама в любом случае. Я очень поддерживаю этот, как бы, рекламный носитель, я считаю, он необходим. Да, это шутка, конечно, дорогие друзья, ну, конечно, шутка. Просто реклама в интернете, она более адресная, она отвечает вашим запросам. То есть в рекламе, в интернете вы видите то, что, в общем-то, по сути, вы и хотели увидеть. Интернет знает про вас почти все. И нет другого сейчас ресурса, где бы вы брали столько информации, как в интернете. Вот именно поэтому. Вот у меня вопрос для Белтелекома, да, для Елена. Вот как все-таки меняются рекламные вот эти коммуникации с развитием электронных технологий? Они тоже становятся электронными, к сожалению. Почему? Или, к сожалению, может быть, для нашей более старшей группы населения, к радости, может быть, для нашей более молодой группы населения. Потому что можно здесь действительно поделить вот эти две группы. Если сегодня мы говорим о развитии интернета в регионе, то у нас уже более 360 тысяч абонентов в Гомельской области интернета от Белтелекома. Соответственно, это почти каждая вторая-третья семья в регионе у нас уже имеет дома интернет. И доступ к социальной медиа, и к социальной рекламе, и к рекламе в соцсети. А что еще может предложить сегодня главный все-таки провайдер страны региональному рекламному рынку? Мы предлагаем базу, мы предлагаем наш качественный и доступный интернет сегодня, в том числе на технологии PON. Это новые линии связи, которые мы производим замену и переключение абонентов. Сегодня мы поддерживаем в пределах всей республики Беларусь, соответственно, по всему Гомельскому региону, и в каждом 21 районе нашей Гомельской области. Соответственно, мы предлагаем еще комплекс услуг для юридических лиц, которых интересует продвижение рекламы. Это СМС-рассылка. Возможно использовать видеоконференц-связи. То есть у нас есть новые технологии, которые тоже можно комплексно использовать непосредственно в своем бизнесе уже существующем, и, скажем, наладить свой новый бизнес. Ну, согласитесь, вот у каждого рекламного носителя все-таки есть свои какие-то недостатки. Ну, возьмем, например, интернет. Да, вот многие подчеркивают, что там, ну, нельзя так сильно покреативить, как, например, в видеорекламе. Да, да и проблемы вот могут быть со скоростью. Вот, кстати, с внедрением вот этой PON возросла скорость у ваших интернет-пользователей сегодня? Да, конечно. Если еще три года, два с половиной года назад средняя скорость была где-то полтора мегабита в секунду, да, на одного абонента, то сегодня она достигает 10-20 мегабит в секунду. Это средняя скорость. Соответственно, через какое-то время, я думаю, год-два мы уже будем говорить о 50-100 мегабит в секунду. С внедрением технологии PON сегодня уже каждый абонент наш имеет возможность у себя дома непосредственно пользоваться скоростным интернетом на скорости до 100 мегабит в секунду. Я хочу сказать, что до конца года мы планируем покрыть новой технологией PON и провести оптоволокно для каждого клиента непосредственно в квартиру, в дом. Это уже около 70% жилого сектора многоэтажного. Это будет вообще здорово. Надеемся. Нам очень нужен хороший интернет. Мы хотим загружать видеорекламу на нашем сайте. Нам очень не хватает хорошего интернета, чтобы все потребители это видели. Реклама в интернете становится еще более навязчивой, еще более агрессивной. И от нее становится сложнее избавиться. Я думаю, что наши гости в студии наверняка многие пользуются отблокерами, которые гасят рекламу в интернете. Поднимите руку, кто пользуется. Сейчас попробуем показать. А вы знаете, не говорит ли это о том, что сегодня у нас есть выбор в принципе, да? И каждый защищается. Борг есть, но нашим сознанием стараются пользоваться кто-то другой. Кто-то другой. Дорогие друзья, я напоминаю, что в прямом эфире Добрый вечер, Гомель. На мой взгляд, он очень такой сегодня оригинальный. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Александр. Я по поводу рекламы хотел бы сказать. Все, что на билбордах пишут в газетах, в интернет-ресурсах, это не та реклама. Это там любят деньги взять большие, маленькие. Но есть самая эффективная реклама. Это реклама с рапанной радио. То есть я вам, вы мне и послой поехал. И тогда намного быстрее будет развиваться и продажи, и всякое рекламное действие. Спасибо. Спасибо. Это интересное мнение. То есть человек тоже сказал нам, что реклама нам не нужна. Я бы хотел о сарафанном радио сказать, думаю, что коллеги меня поддержат. Для любого сарафанного радио нужен толчок, нужен источник информации. Он берется только из рекламы. Спасибо. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Далее поговорим о том, какой должна быть социальная реклама. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Сегодня на этом добром вечере мы говорим о рекламе. Честно говоря, ажиотаж появился. И, дорогие друзья, как бы это ни звучало странно, но по сообщениям в Вайбере самая популярная реклама – это реклама на билбордах. Дело в том, что я бы не могла, конечно, сказать однозначно, просто очень много сообщений. Вот, Юрий, только если можно коротко. Проверяется ли как-то информация перед размещением на билбордах? Есть ли риск попасть на мошенников, обращаясь по рекламе с билборда? Да, вот насчет проверения на каждом билборде перед размещением проходит такое согласование. Теперь этого согласования не будет? В декрете. Ну, не будет через три месяца, я в это не верю. Невозможно. Хорошо, ладно, эту тему пока мы опустим. Да, это слишком серьезная вещь, чтобы размещать без... Мошенники могут разместить там что-то? Ну, маловероятно. Четыре ведомства проверяют художник, Минторговли, Инфоцентр, Горисполком. То есть пока все печати не поставят, я не могу повесить. Если можно, я добавлю немножко. В законодательстве о рекламе прописана вообще процедура принятия рекламного объявления. И там даже если реклама-распространитель в чем-то сомневается в том, что достоверная информация предоставляется, он вправе требовать любую документацию от рекламодателя, которую тот обязан предоставить. Если у него нет свидетельства о регистрации, если у него нет лицензии на вид деятельности, которым он занимается, даже если он в сообщении пишет, у меня там самые низкие цены, мы должны попросить у него документацию, которая подтверждает какое-то исследование, что оно действительно самое низкое. Спасибо большое. Можно еще, вот Белтелеком, когда проводят акцию какую-то, они должны предоставить мне кучу документов, приказы, доказать, что это акция действительно, что цены такие. Действительно бесплатные, что действительно 0 рублей. Да, все это мы несем, регистрируем в Минторговле, в Инфоцентре. В принципе, можно спокойно читать и воспринимать нашу рекламу, по крайней мере, с этой позиции. Спасибо большое. Юрий, вот еще одно сообщение от Натальи. Я уж тогда вынуждена ответить, что реклама в интернете подчиняется общему закону о рекламе, как и все. Юрий, если вы не знали, я вам рассказываю. Они должны сами как бы определять, а у меня заставляют... Да, мы сами несем ответственность, а вы даже не знаю, кто ее несет. Дорогие друзья, очень интересное сообщение есть от Натальи, нашей телезрительницы. Смогу ли я похудеть с помощью рекламы на билбордах? Юрий, отвечайте, как хотите. Да, если мы правильно напишем эти речевки и повесим их более 21 дня, как говорит психолог, напишем правильно, Лена, перестань есть на ночь. Вот, и конкретно все Лены похудеют, это мы добьемся. Если Лена все оплатит, вы ничего будете есть, она похудеет. Спасибо большое. Юрий, тут еще интересуется, сколько вообще билбордов в Гомеле. У вас есть такая информация? Да, 836 штук вроде бы как числятся именно в Гомеле. А какой процент социальной рекламы на ваших билбордах, допустим? Более 50% сейчас, потому что... Еще раз сколько? Более 50% сейчас находится. Вам не кажется, что это много? Это много, потому что недостаточно денег сейчас в экономике для рекламы. И немножко дороговато. Вот конкретно по билбордам это дорогой вид рекламы. Там вот ерунду не рекламируют, грубо говоря, да. Малому бизнесу туда вход пока затруднителем. То есть дороговато это все. Но тот, кто туда прорвался, он выходит в новый горизонт. Алексей, а вот скажите, как вы считаете, зачем нужна социальная реклама? Для того, чтобы формировать правильные моральные устои общества. И обращать внимание на те проблемы, которые нам нужно решать. Вот я сразу хочу обратить внимание на эти проблемы. Сегодня для многих белорусов все-таки социальная реклама, это чаще что? Призыв охранять редкие виды животных. Или мультики типа «Берегите лифт и экономьте воду». А вот в нашем регионе, что все-таки возглавляет список социальных приоритетов на сегодняшний день? Мы решили сделать такую подборку. Вот сейчас мы видим на экране. Да, вот здесь. Так, да. Это, скажем, те самые социальные темы. Еноты очень хорошо работают. Да, вот тема как бы безопасности, это важно. Ну, про налоги как бы, ну, такая спорная вещь. То есть мусор, налоги, милиция. Да, много спора, много спора, но про налоги никто не забывает, да. Спорят, спорят, да. Я люблю Беларусь. Вот мужчина, который, да, с красивой природой, это тоже правильно. Вот эта штука с красивыми цветочками, она как бы где-то у нас в подсознании должна любовь воспитывать. А вы помните вот этот старый ролик про огнетушитель? Помните такой ролик был? Да, да. Конечно помню. А какой? Сейчас мы его увидим. Чеку вы сразу достаете, на рычаг спокойно взмете. Вы герой, вы победитель. Вам помог огнетушитель. Ну, я не знаю, слоган, слоган просто рубит. Я вот его сколько лет ролику помню до сих пор. Или вот взять хотя бы социальную рекламу вот про енотов, которые сортируют мусор. Раздельный сбор отходов. Наша забота, а не енота. Дорогие друзья, вот мне что интересно, вот какова вероятность, Людмила, что вот в критической ситуации, да, мы обязательно вспомним про огнетушителей, про эту фразу, или про то, что вот про этих енотов, которые учат нас, как собирать мусор. Я о том, вот насколько работает наша социальная реклама, и от чего вообще это зависит. Наташа, она работает. И работает достаточно, скажем так, продуктивно. Почему? Потому что это как английское слово. Один раз сказал, не запомнила, когда много раз повторила, но где-то на подкорке запишется. Вот, ну а вообще, если брать, что такое социальная реклама, да, это формирование активной совести, то есть активного поведения в определенных ситуациях. Наша улица чистая, чистая, благодаря и социальной рекламе. Я, Юр, я хочу спросить, ты сам себе разрешаешь какую-то рекламу размещать или не размещать на своих собственных наружных счетах. В основном мы же исходим от заказчика, но если я в ней чувствую какой-то подвох, мы ее не размещаем. Я вот хочу предложить сейчас вот идти и вам, всем нашим вот зрителям, обратить особое внимание на следующую рекламу. Попрошу вот режиссера нашего сейчас показать. Итак, это варианты наружной рекламы. Будь мужчиной, возьми ответственность. И еще одна работа, не оставляйте детей без присмотра. Юрий, вот такую бы рекламу вы разместили на своих дел города? Аналогичная реклама есть, но вот это качественное. Вот я сразу посмотрел на ролике, видно, что она продумана. Она человеку как бы подсказывает более правильный способ жизни. Правильную линию поведения. Да, да, да. То есть у него могут быть много других, но у него откуда-то в голове будет вот это, запомнится эта фраза, и когда коснется ситуация, когда он должен делать какой-то выбор, грубо говоря, на подсознании быстро, то у него, скорее всего, будет сработать эта реклама. То есть разместил бы такую рекламу? Да, да, да. А, Людмила, а вот как тебе такой подход к социальным вопросам? Это очень хорошая реклама. Почему? Потому что здесь идет воздействие на эмоциональную сферу человека. В частности, по поводу мужчины. Ведь многие мужчины думают, это не мое дело, женщина сама решит. А тут хоп, и воздействует на его, скажем так, эмоциональную часть. Сейчас смотрите, какие символы, да, в твоих руках, женщина-ребенок. И внизу такая подпись, да, будь мужиком, да. Ну это же... Да, будь мужчина, это серьезно. Да, будь мужчина, это серьезно. Спасибо. Ну а сейчас самое время раскрыть интригу. Дело в том, что только что мы все увидели фестивальные работы победителей первого гомельского фестиваля социальной рекламы, который прошел в этом году на базе университета имени Франциска Скорыны. Дорогие друзья, вот интересно, какие социальные темы волнуют нашу молодежь, и вообще какое будущее у нашей социальной рекламы. Я предлагаю поговорить об этом далее в нашей программе с организатором молодежного фестиваля социальной рекламы «Свет добра». Встречайте, пожалуйста, заведующая кафедра английского языка Гомельского университета имени Скорыны, кандидат педагогических наук, доцент Татьяна Починок у нас в гостях. Добрый вечер, Татьяна. Присоединяйтесь, пожалуйста, да, вас так бурно приветствуют ваши студенты, да, хочу обратить внимание, что сегодня среди зрителей очень много студентов Гомельского государственного университета имени Франциска Скорыны. Татьяна, расскажите, пожалуйста, каким был вот главный призыв этого первого гомельского фестиваля социальной рекламы? Главный призыв, действительно, согласно с гостями нашей студии, это ценностно-ориентационная составляющая, лозунг «Человек человеку свет». И несмотря на то, что тематика работы была достаточно разная, но все они были подчинены единому формированию ценностных ориентаций молодежи. И вот интересно, какие это ценностные ориентации, какие социальные темы волнуют сегодня нашу молодежь? Мы увидели уже, да, мужчина-женщина, мужчина-будь-мужиком, да, социальные сети, что еще? Достаточно большая тематика, помощь ближнему, мир, в котором я живу, выбор профессий, проблемы отцов и детей, взаимоотношения полов. Вот именно все то вечное, что было, есть и будет. Спасибо большое. Еще один вопрос, Татьяна. А что вообще стало с этими работами? Кто-нибудь увидел их, кроме участников фестиваля? Скажем, вы предлагали их в министерство торговли? Да, данный процесс идет, и, возможно, я поняла, что процедура достаточно сложная, но, возможно, работы победителей будут, в конце концов, размещены. Спасибо. И их увидим мы. Спасибо большое. Андрей, скажите, а насколько вообще охотно региональный телеканал берет социальную рекламу для показа? Мы показали пока баннеры, мы не показывали сегодня победителей рекламной ролики, но вот хотелось бы узнать, вот учитывая эту статью закона о рекламе, которая обязывает просто распространителей обязательно размещать не менее 5% социальных роликов, как вам живется? Ну, во-первых, для того, чтобы обеспечить требования закона, мы берем практически всю рекламу социальную, которую нам приносят. То есть вы размещаете ее охотно? Вполне. Времени у нас как бы хватает сейчас, учитывая, что активность рекламного рынка не очень хорошая, вот, поэтому места хватает, и размещаем ее достаточно много. Другое дело, что приходится размещать как бы в основном то, что приносит, не выбирая что-то лучшее. Вот если были бы такие ролики вот по поводу огнетушителя, то это было бы круче. Спасибо. Да, огнетушитель веселит всех. В 2006 году Светлогорская телекомпания «Ранок», дорогие друзья, стала победителем телевершины в номинации «Лучший региональный телепроект года». Это была, да, да, да. Это была социальная реклама на тему «Живи реально». И предлагаю вот прямо сейчас вместе всем нам вспомнить эту рекламу, все-таки прошло уже 11 лет. Я занимаюсь мотоциклами с 12 лет, то есть люблю ездить. Мне нравятся мотоциклы. Первый мотоцикл у меня второй год был. Этот мотоцикл уже у меня шестой. Мотоцикл мне дает ощущение свободы в путешествии. У меня много друзей из разных городов, и это байкерское братство, трудно с чем-нибудь сравнить. Спасибо. Андрей, я знаю, что вы имеете непосредственное отношение к этой работе, вообще к этой статуэтке. Вы были режиссером, по-моему, этого проекта. Все правильно? Участником команды, которая все это сделала. Скажите, как считаете, что именно? Вот тогда, 11 лет назад, оценила жюри телевершины в таком социальном ролике. Вы знаете, этот проект мы делали после того, как у нас случилось... Ну, как Светлогорск стал вот такой ВИЧ-столицей в Беларуси, и после того, как у нас была первая серия роликов, которая победила в Словакии. Этот проект мы решили сделать в пику тому. То есть мы решили взять совершенно другую идею, взять людей, которые живут в нашем городе, которые ведут здоровый образ жизни, и на их примере показать, как можно жить без наркотиков. Я вас поняла. Как раз-таки вот об этом противопоставлении я и планировала поговорить дальше. То есть о том, что были более мрачные работы до «Живи реально». Кстати, это работы, с которыми Ранок победил в международном фестивале в Словакии. Я предлагаю посмотреть фрагменты этой рекламы. Довольно сложная реклама, очень сложная для восприятия. Ну, ребят, 1998 год. Все-таки эта реклама делалась очень давно. Давайте посмотрим. Больная крайне тяжелая. Это результат употребления наркотиков. Больная на протяжении шести лет принимает наркотики, причем в последнее время в больших дозах, что привело к таким вот печальным последствиям. У нее и сахарный диабет, у нее кандидомикоз в области, в родовой полости, у нее гангрена в стоп, кахексия резко выраженная. Это уже исход, конечно, наркотики. И, к сожалению, оказать ей такую помощь медицинскую, которая не привела к вот такому исходу, невозможно. Вот так. Вот мне интересно ваше мнение, Андрей. Как все-таки лучше в социальной рекламе сегодня? Показать вот все как тяжело, или все-таки о том, что можно измениться, и вот, например, ваш ролик жильяльный? Вы знаете, наверное, все зависит от ситуации. Если вот этот мрачный ролик мы делали в тот момент, когда вся общественность в Светлогорске была в шоке от того, что мы увидели, мы решили, что лучше показать, к чему, каким последствиям приводит эта проблема. А второй раз, когда мы это стали делать, мы задумали, что, ну, этой чернухи в жизни и так достаточно. То есть мы уже все посмотрели, все видели, и многие семьи столкнулись с тем, что их родственники, знакомые окружения умирали. И мы решили показать, как классно жить без наркотиков. Спасибо. Вот и все. А знаете, вот у меня вот появился вопрос для вас. А какая социальная реклама, вот скажем так, на какую тему повлияла бы лично на вас сегодня? Та реклама, которая затрагивает отношения в семье. Так. И между людьми. То есть вот эмоции каких-то, отношения между там детьми и родителями, между внуками и бабушками, между братьями и сестрами. И вообще между людьми в тот момент, когда вот есть какое-то взаимодействие с ними, любовь, доброта, там, помощь. Вот когда вот эти штуки цепляются, вот тогда лично для меня вот есть какое-то... Я бы с удовольствием даже смотрел такую рекламу. Спасибо. Я так понимаю, что вы продолжаете заниматься социальной рекламой. Один из следующих участников, наверное, телевершины, это будет какой-нибудь проект, связанный, наверное, на тему семьи. Ну, не знаю. Я сейчас, как бы, помимо работы занимаюсь такими несколькими темами. Я исследую, очень сильно хочу исследовать свою родословную. Так. И интересуюсь историей города, где я живу, причем не с традиционных, как бы, позиций, а выбирая какие-то факты, о которых никто никогда не говорит. Они получаются достаточно интересными, вот. И, ну, кто знает, может, из этого что-то получится. Спасибо. Спасибо, удачи вам. Алексей, а вот мне интересно, какая социальная реклама вот запомнилась бы лично вам? Потому что вы человек неординарный, очень сильный, многое знаете в рекламном бизнесе и очень интересно относитесь к социальной рекламе. Какая бы? Какая бы тема должна быть все-таки затронута сегодня и подействовать на людей? Меня разные темы волнуют. Вот, безусловно, из волнующих, самых волнующих тем, наверное, это все-таки тоже более такие человечные темы семейных отношений, тема безопасности в семье, тема безопасности женщин в семье и тема, которая именно касается абортов. Ну, наверное, это моя, как бы, вот, женская такая, как бы, впечатлительность. Опять же, если ставить, вот, акцент больше на постановку того, как выглядит реклама, я поняла, что меня именно трогают те рекламные ролики, те рекламные сообщения, которые мотивируют на какое-то действие. То есть реклама не наблюдать какую-то печаль, страдание, а призыв к тому, чтобы сделать конкретно. Заплати налоги. Не люблю заплати налоги. Что вы говорите, призыв? Люблю результат от этого. Вот, очень хорошо. Вот, знаете, вот один известный российский рекламщик сказал, социальная реклама не должна с нами говорить, она должна нам кричать, кричать громко и пронзительно до тех пор, пока не будет всеми услышано. Людмила, вот мне интересно, как вот ты считаешь, как вызвать интерес у человека к социальной рекламе и к той информации, которую она несет, чтобы действительно она была услышана и действительно поменяла что-то, а в перспективе вообще изменила отношение общества к какому-то виду? Даша, а почему появляется социальная реклама? Вот интересно, это когда, скажем так, градус совести понижается, да? А что значит понижается? Это значит, что у людей что-то очерствело, загрубело, да? Поэтому это должно быть постоянно, постоянно, постоянно. И реклама эти, она распространяется буквально на всех. Вот ты идешь, ты видишь, да? Или ты включил телевизор, неважно где ты, ты слышишь, да? Вся твоя семья слышит. То есть это массовое должно быть, массовое воздействие, скажем так, должна быть какая-то мысль, которая внедряется в общество. Вот, например, вот сейчас очень, вот вы говорили о таких явлениях, как, например, там, одиночество в семье, да, о стариках, о детях, например. Мне очень нравится социальная реклама, где говорится, что чужих детей не бывает, это все наши дети, да? То есть это информация. Как градус понижается совести в обществе, так нужна социальная реклама. Нужна в огромном количестве. А вообще, вот Юра, как вам... Мне больше всех нужна социальная реклама. Градусы понижать, да. Как вообще в целом идея вот фестиваля социальной рекламы в Гумеле, насколько вообще способны такие мероприятия решать вот подобные вопросы, вот как мы с ней обсуждали? Очень важно, чтобы они дошли вот до наших столбов, до билбордов. То есть вот девушка сделала, мы их увидели, а через какое время они смогут дойти до наших столбов? Я даже не знаю, это какая-то сложная процедура, вот именно по социальной рекламе ее. То есть, ну, наверное, это действительно очень серьезно, к этому нужно тщательно подходить. Вот. И когда вот ее вот эти картинки и ролики придут, они получат статус социальный, мы их повесим на столбах, это будет круто. То есть, Юра, я так понимаю, что ты считаешь, что слишком много административной социальной рекламы, и хочется более нравственной, да? Это очень опасная вещь. Ведь если мы неправильно что-то подадим, вы представляете, на билбордах это серьезная вещь, это не шутка. Если вы туда повесите слишком много черного, то завтра в стране будет куча суицидов и прочего. Если повесим туда яркие краски, то вы будете ходить улыбаться, даже не понимая почему. Это настолько серьезная вещь, что пускай лучше их проверят много раз, и потом мы повесим. Спасибо большое. Есть вопрос, есть вопрос в Айбере от Инны. Как стать участником следующего фестиваля рекламы в Гомеле? Планируется? Да, мы планируем, мы разработаем концепцию фестиваля, чтобы она была интересная, яркая, интересная для многих. И, конечно, будет информационное письмо, и вполне возможно. А как вы считаете, что вообще необходимо подобному фестивалю, чтобы выйти на какой-то более масштабный уровень, чтобы привлекать больше участников, самых разных регионов, стран, показывать больше работ, знакомиться, общаться? Да, реклама. Реклама. А кроме рекламы? Наверное, реклама, желание вдохновить молодежь. А когда молодежь вдохновишь, она способна на многое, и творчество у нее развивается. Наверное, все возможно. Спасибо большое. Вот смотрите. Итак, вот зачем нам реклама? Вот с одной стороны, реклама оказывает огромную услугу населению, потребителю, я имею в виду, чтобы покупатель не запутался в этом потоке информации. А с другой стороны, реклама становится, вот мы уже говорили, слишком навязчивой. Вот мне интересно, на ваш взгляд, Елена, скажите, пожалуйста, какой должна быть сегодня реклама, чтобы было всем хорошо? И потребителю, и рекламодателю, и Юрию Черненко. Она должна быть тактичной, она должна быть светлой и нести радость. У них такая девочка классная на рекламе, вот это ясно. Это просто вот на нее смотришь, вот все ее запомнили. Ну, просто такой вот нет у нас больше рекламы. То есть я реально, мы ее на столбы, когда вешаем, когда свежая, мне звонит куча людей и просят, а мы хотим на этот столб. Я говорю, почему? Ну, повесить свою рекламу. Это определенная лексика просто, да, человек, который занимается наружной рекламой. Дорогие друзья, да, вы понимаете правильно. Впечатлен, потому что мне очень часто звонят и выбирают именно тот столб, на котором висит белцелекомовская девочка. Спасибо, Юра. А как ты считаешь, а за какой вообще рекламой, за какой рекламой будущее? И есть ли какая-то формула успеха для нашей региональной рекламы? Да, ну, к сожалению, наверное, действительно будущее за рекламой в интернете, но она не останется у нас в регионах. Ее поглотят эти монстры, Google, Яндекс и так далее. Вот. Ну, надеюсь, что они не утащат билборды. Вот. Ну, это не шутки, то есть они действительно поглощают, они поглощают инфраструктуру. Им нужно электричество, если они его будут контролировать, наши дороги, нашу рекламу, нашу воду. Если они смогут это захватить, они захватят нас. Вот рекламу они сейчас захватывают через интернет. Андрей, ваше мнение, как вы считаете, какая она реклама будущего в нашем регионе? Ну, во-первых, она должна быть красивой, веселой. Так. И ненавязчивой. И все-таки ненавязчивой? Ненавязчивой. Алифтина. Реклама в нашем регионе? Она должна соответствовать запросу жителей нашего региона. В первую очередь. И, конечно, хочется, чтобы реклама в нашем регионе была как можно более развитой. То есть нам надо развиваться. И в этике этой рекламы, и в креативе этой рекламы, и в качестве. Очень хочется в качестве. Очень хочется в качестве. Хорошая дополнение. Людмила. Наташа, можно я еще тоже отвечу на этот вопрос? Конечно. Какую я вижу рекламу? Она должна быть экологична для души. То есть последнее согласование нужно проводить со своей собственной душой. Могу я эту рекламу запускать? Или я должен проигнорировать вот этот вот рекламный момент? Экологичность должна быть. Хороший слоган. Реклама экологична для души. Да, реклама экологична для души. Спасибо. Что скажете, Татьяна? Вот как вы считаете, какая реклама должна быть в нашем регионе? Есть ли такая формула вообще? Мы говорим не только о социальной. Вообще рекламе. Я, наверное, хотела бы сказать то, что мне было бы интересно, если говорить о социальной рекламе, мне интересна та, которая может чему-то научить, ты можешь о чем-то подумать, сделать определенные выводы, она может тебя на что-то вдохновить. То, что в повседневной жизни мы, возможно, глухи, слепы или не видим, забываем, вот сподвигнуть на подвиг какой-то определенный. Вот такая мне интересна. Мотивирующая, да? Да. Спасибо большое. Вы знаете, дорогие друзья, я понимаю, что мы сейчас говорим не просто о рекламе как инструменте в бизнесе. Вот сейчас в этой студии вот эти вот люди, которые здесь находятся, действительно настоящие эксперты, вы посмотрите, они говорят о рекламе как о высокой материи. Давайте обратим внимание, передача наша подходит к концу, вот хочу обратить внимание, реклама плюсы-минусы, плюсы современной рекламы красиво, много, это прежде всего источник информации и приносит деньги определенной категории граждан. Всю экономику запускают. Хорошо, да, уточнили, запускают всю экономику. И реклама, ее минусы, опять же, много и навязчиво. Но, в принципе, плюсы переборщили, да? Мы рекламщики поспорили, ее много, нам кажется, ее мало. То есть кому как? Да, потому... В экономике кажется, что мало. По сравнению с общим вот мировым рынком, мало, у нас мало. Да, не верят еще немножко люди в то, что, вернее, не верят во всякую ерунду, что без рекламы что-то можно запустить. Ну, видите, а наши телезрители считают, что рекламы очень много. Но, по крайней мере, есть тема для одной из наших следующих программ. Дорогие друзья, сегодня мы пытались обозначить плюсы и минусы современной рекламы, конечно же, не без вашей помощи. И согласить, все-таки реклама неотъемлемая часть нашей жизни. Что вот говорить? Да, она нужна вот как производителям, она нужна нам, потребителям. При этом ее развитие напрямую все-таки влияет и на наш образ жизни. А вот уже насколько сильно это, в принципе, может решать каждый из вас. Я хочу поблагодарить всех участников сегодняшнего эфира, наших зрителей, вас, дорогие друзья, наши уважаемые телезрители. Это был еще один добрый вечер. Гомель с Натальей Волынецей. До новых встреч в прямом эфире. Редактор субтитров А.Семкин